Какие бы остолопы, какие бы бездари не были, что происходит? Кстати, в игре это тоже реализовано. Раз, бум, и стрелять. Привет всем, меня зовут Сергей Иванов, и вся моя жизнь связана с оружием. Я мастер спорта международного класса по практической стрельбе. Мы стреляем из ружья, карабина и пистолета. Сразу оговорюсь, я не суперспециалист в области тактики, зато я играл в компьютерные игры с детства. И сейчас они, конечно, стали намного круче, как одна из самых популярных, про которую сейчас все говорят, это PUBG Mobile. Ее мы сегодня и посмотрим. Итак, начнем. У них уже очень маленькая площадь для войны, приходится вжиматься в землю, это нормально, это правильно. Используют укрытие, а если нет укрытия, хотя бы в траву. Здесь твое позиционирование имеет ключевое место, надо прикрыть бока и спину. Так, прыжок совершенно нереальный, но тем не менее, зато это компьютерная игра, он знал, что он не погибнет при таком прыжке. Огонь на подавление, не каждый выстрел точный, патронов они не жалеют. А патроны, это важный момент. Ты не можешь внести бесконечное количество патронов, а он находится с огромным ящиком с патронами. Кстати, почему бы и нет? Правда, как он из него заряжается, непонятно. Быстрая смена оружия. Реалистично, но в том виде, в котором это показано здесь, нереалистично. Забрасывает и выбрасывает быстро какое-то оружие за спиной. Каким способом оно крепится за спиной, непонятно. Мгновенное переключение с оружия на оружие. В принципе, это возможно. Скорость может быть совершенно невероятной для обычного простого человека. Моторные навыки. Это когда мы заходим в туалет и свет включаем, даже не глядя на это. Мы знаем, что где находится. У нас тело уже хорошо чувствует пространство. Так и оружие можно хорошо чувствовать, быстро манипулировать. Раз, бум, и стрелять. Вот моторные навыки. Бой в тесном помещении. Стрельба. Я вижу, они даже начинают стрелять сквозь препятствия. Значит, здесь реализована пробиваемость предметов. Это вполне распространенная тема. Дерево пробивается легко. Здесь, конечно, в игре есть большое допущение. Если бы видели вы своими глазами, то вы бы не видели, что происходит в правой стороне от вас. Вид от первого лица гораздо более реалистичен. А здесь они лезут под пули, конечно, неоправданно. Ну, конечно же, надо вперед бросать гранаты, светошумовые, дымовые. Так, бой на мосту. Опять ограничения слева и справа. Они используют металлические ограждения. В общем, надо понимать, когда вы находитесь в боевой обстановке, зачем вы прячетесь, за каким предметом. Пробиваемый он или непробиваемый. Какое оружие у вашего оппонента, у соперника? Если у него что-то с сердечником, то автомобиль для него, как правило, не помеха. Кроме нескольких мест. Карданный вал, колесные оси и двигатель. Я бы сказал, что этот магазин должен быть на 45 патронов. Но он выглядит еще больше. Видимо, это какая-то китайская версия. Гранаты бывают разные. Есть два способа подрыва. Первый по времени, а второй при соприкосновении с жестким препятствием. Гранатой за препятствиями поражать соперников – это самое милое дело. Это было ошибкой. Желательно врага своего поставить под перекрестный огонь, а не самому сжаться к своему товарищу, тем самым уменьшать свою тактическую мобильность. Да, зона сжимается, бьет их электричеством по заднице. Мы видим, как правило, видимо, финальную часть схватки, потому что плотность огня и плотность соперников просто зашкаливает. Вот использование прицелов с переменной кратностью. Коллиматорный прицел у него открытого типа. Коллиматорный прицел из закрытого типа. Им не страшна грязь, слякость, ничего не произойдет с ними. Коллиматорный прицел открытого типа. Здесь есть излучатель. Они как раз в снегу стреляют. И если капелька попадает сюда, то он мгновенно слепнет. И вообще, использование коллиматорного прицела открытого типа – это для спорта, скорее всего. Ага, и теперь он использует другой прицел. Это, скорее всего, АКОГ. Не знаю, как он называется в игре. С баллистической сеткой. Им удобно пользоваться. Он очень простой. Специально сделан так, чтобы любой солдат освоил этот прицел за пару дней. Тактика приблизительно в той или иной мере, конечно, с оговорками, применимая к реальной жизни. Использование дыма, использование укрытий, положение лежа, снижение своего профиля. Грамотно все правильно. Сложный рельеф с ямками. У нас есть растительность. Все это можно использовать именно в тактическом плане. С одной стороны, коктейль Молотова не настолько смертелен. Ты можешь все-таки потушить. Да, у тебя будут травмы, у тебя будут какие-то повреждения. Но если коктейль Молотова и горючая смесь попала на маскировочный халат, снять этот халат не так просто. Стрельба сверху – это вообще господствующая обычно позиция, потому что у тебя хороший обзор и из-за наклона ты можешь в лучшей степени прятаться. Снайпера, пулеметчики пытаются занять позицию сверху, чтобы видеть всех своих соперников. Так, мы видим здесь коллиматорный прицел и видим массивную защиту. Это хорошо. Вы упали, вы постоянно валяетесь и можете разбить свой прицел. Но с другой стороны он сужает вам обзор. А видеть это жизненно необходимо в боевой ситуации. В данном случае небольшой коллиматорный прицел, крепится быстро. Кстати, в игре это тоже реализовано. Быстро снял прицел, нажал на кнопочку, снял прицел, стреляешь. Двумя глазами, не закрывая их. И тем самым у нас поле зрения широкое. Если же ты стреляешь с оптическим прицелом или вообще закрываешь глаз, то видишь только тоннель. Три в одного. Я ставлю, что это нереалистично. Какие бы остолопы, какие бы бездари не были против тебя, но если они стреляют втроем, достаточно одной пули для того, чтобы ты прекратил сопротивление. Они плавают. Они режут друг друга. Что? Что происходит? Это еще и симулятор плавания, да? Они плавали, они дымили зеленым дымом. В общем, на первом месте у нас, конечно, самая комичная ситуация. Представьте, вы все вот это. А вот это все было там на игроках. Плюс вот эта великолепная сковородка. И они со всем этим плавали. Я увидел, что у всех там сковородки. И это, конечно, комично. Но на самом деле исторические прецеденты есть. Первые дни авиации, когда авиация у нас была чахленькой. Для того, чтобы при обстреле земли не стать жертвой, люди садились на сковородку, которая являлась импровизированным бронежилетом. Даже автомат Калашникова может не пробить сковородку. На излете пуля имеет гораздо меньше кинетической энергии. То есть, если бы она пробила две сковородки, стреляя с трех метров, она не пробьет ни одну сковородку, стреляя на 100 на 150 метров.